Параметрическая антенна была разработана группой ученых из разных научных институтов России. Ее создание направлено на прикладное развитие нового акустического метода мониторинга на протяженных трассах. История этой параметрической антенны берет свое начало в Международном научном центре Москвы, руководителем которой был известный ученый Игорь Гуляев. Создавалась она в рамках работ, связанных с изучением глобального потепления. Однако со временем центр прекратил свое существование, а для уникальной антенны не нашлось места применения ни в России, ни в странах бывшего Советского Союза, кроме Абхазии. Ученые Академии наук Абхазии еще до установки отмечали, что это важное событие. Гидрофизический институт в течение трех-пяти лет трудится, создал вот эту треногу и всю аббревиатуру, которую мы сейчас поставим на дно Черного моря, потому что наша территория, именно института, другого места уникальнее у нас нет. Вот мы собираемся работать с этой антенной. Говоря ненаучным языком, антенна позволит иметь более точные характеристики воды, узнавать структуру течений, их скорость, направление, а также температуру и качество. Все эти данные необходимы сразу для нескольких госструктур, Министерств здравоохранения, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, но также сотрудники гидрофизического института ведут задачу в дистанционном акустическом мониторинге акватории Черного моря. Дальность действия антенны – тысячи километров. Однако главная цель абхазских ученых для начала – иметь связь с Крымом. Значит, что это за антенна? Это низкочастотная параметрическая антенна, широкополосная, в которой применяются современнейшие методы обработки сигналов гидроакустических, в частности сжатия этих сигналов. И благодаря этому дальность действия этой антенны по воде, дальность канала гидроакустического расчет на тысячи километров. Но нам здесь не надо такой дальности. Наша, как говорится, ближайшая голубая мечта – связаться с крымскими, там в Крыму есть организации, сделать стационарную трассу гидроакустическую. В процессе подготовки к установке антенны была создана карта-акватория полигона гидрофизического института. У нее особая миссия. Перед вами карта-акватория полигона гидрофизического института. Эта карта уникальна в том смысле, что карта такого разрешения для этого района еще не строили. Без этой карты мы бы не могли выбрать место для постановки параметрической антенны. Получив эту карту, мы нашли это место. В частности на ней вот восклицательным знаком показано место установки. Вот в этом месте находится береговая линия. Вот этот квадрат черный обозначает то место, где мы с вами сейчас находимся. И антенна находится здесь. Управление антенны полностью осуществляется при помощи цифровых интерфейсов. В лаборатории установлено сразу три компьютера. Каждый выполняет свою функцию. В данном случае стационарный компьютер первый, ближе который к вам, он отвечает за управление антенны. То есть это разворот. Так как она находится под водой, это немного сложно сделать. Но мы можем полностью контролировать вплоть до градуса, куда разворачивать антенну. Второй компьютер, он работает полностью независимо от первого. Это сделано для того, чтобы не было каких-то дополнительных погрешностей. И как вы можете видеть, у нас здесь навигационная панель. Это компас цифровой, который расположен на антенне. При помощи которого мы можем судить о том, куда направлена сейчас антенна. Для того, чтобы гораздо нагляднее продемонстрировать функции антенны, научные сотрудники Гидрофитического института дали нашей съемочной группе возможность услышать морские шумы, зафиксированные параметрической антенной. Морские шумы не те, которые мы слышим ухом на берегу моря, а те, которые приняты нашей приемной системой, установленной на вот этом параметрическом образователе. Вот. Василий Иванович, сделай громче. Данные работы были выполнены Сухумским гидрофизическим институтом Академии наук Абхазии в сотрудничестве с научным советом по акустике Российской Академии наук при поддержке Российского и Абхазского фондов фундаментальных исследований. Они предполагают экспериментальную демонстрацию применения высокотехнологичного мониторинга акватории Черного моря. Элеонора Гилаян, Торни Камичба, Рамо Камке, Абаза ТВ.